И так, ну что ж, ариару, мои маленькие любители покушать. И это снова Марс, и мы пытаемся на нем выжить. Ну и как всегда, я люблю начинать серии с того, что за кадром произвел какие-то немыслимые изменения и попытался что-то изменить без вашего ведома. А все потому, что, на мой взгляд, эти изменения уж очень не самые интересные, ну а самое из них интересное, это результат, и что мы из него получим. Наверное, вы уже все поняли, что я достроил здесь еще один купол, который успешно снабжен кислородом, который у нас вырабатывается в том же пространстве, и к нему мы обязательно вернемся, но чуть попозже. В этом куполе я планирую разводить различные культуры, и, естественно, их здесь выращивать. К этому мы придем, но сначала немножко о кислороде. Здесь, в принципе, система по выработке кислорода никаким образом не менялась, особенно кардинально. Здесь она представляет из себя то же самое, за исключением того, что вот эти вот оксиженсилеры я поставил в двойном масштабе. К ним подключена энергия вот такими вот проводами, а также к лютпайпами подключен, соответственно, к кислород, который там же вырабатывается. Как мы помним, у нас вырабатывается 400, и теперь здесь поглощается 400, то есть примерно мы выходим в какое-то равновесие, что значит то, что, в принципе, расширяться мы как бы не можем, но если захотеть сильно, то можно и в космос полететь, и можно будет еще немножечко расширяться, хотя бы парочку блоков. Мне здесь очень-очень тонны буквально ресурсов понадобились на расширение. Самое сложное, как оказалось, будет не стекло, а олово, потому что вот этот вот пол, как раз-таки это оловенные блоки, вот эти вот ступеньки оловенные блоки, и можно замечать то, что в некоторых местах мне даже не хватило ресурсов, даже несмотря на то, что большое количество человека часов было потрачено на это. Здесь мы можем уже наблюдать, я, по-моему, говорил об этом, то, что выращиваю именно здесь я культуры, а все для того, чтобы успеть накопить большое-большое количество разнообразных семян, которые я планирую использовать для того, чтобы развивать мод Мистикл Агрокультур. Вы помните, наверное, мод по прохождению стоунблока, и если там я ему уделил мало внимания достаточно, то в этой части прохождения я ему хочу уделить чуть ли не основное внимание. Также я хочу сказать, что я сделал себе вот эту термальную броню, для того, чтобы делать более улучшенные вылазки, и, как я говорил, также сделал себе большой танк по хранению кислорода. Но, к сожалению, сделать два таких танка у меня не вышло по ресурсам, поскольку красный цвет, как ни странно, у нас в очень большом дефиците находится, соответственно, мы имеем с этим некоторые сложности. А теперь же я хочу полноценно переехать вот в ту часть купола, подальше от вот этого места, которое потихонечку начинает меня подбешивать. И хочу я переезжать в первую очередь, поскольку там очень большие масштабы в пространстве, и мне кажется, это больше целесообразно, по крайней мере. Я за кадром очень всего много накопил, и эти мне накопленные ресурсы позволят приехать без проблем. А переезд я хотел бы начать с того, что сделал себе первый накопитель нашей энергии, потому что я хочу немножко видоизменить способ добычи этой электроэнергии. Если здесь у нас используется, получается, способ добычи энергии из лавы, но здесь же я хочу использовать немножко другой способ, а именно с помощью витринных генераторов. Об этом способе я и говорил еще тогда, когда занимался этой электроэнергией, и именно сейчас я хочу им полноценно заняться. Сделал я себе вот этот вот базовый энергетический куб, и я сейчас первым делом хочу протестировать систему, поскольку я вообще не знаю, будет ли эта система здесь работать, и хочу я проверить, будет ли этот блок, у нас получается, сдерживать кислород внутри нашего купола. Для этого я просто ломаю стенку здесь, и размещаю здесь куб. И факел у нас успешно зажегся, даже несмотря на то, что здесь у нас куб встроен в стену. Значит, этот куб воздух не пропускают. Имел я небольшие сомнения по этому поводу, поскольку есть все-таки блоки некоторые, которые пропускают кислород, даже несмотря на то, что они целые, и мне очень повезло с этим кубом. Я его настраиваю таким образом, чтобы в него входила энергия, получается, извне, и он отсюда бы ее выдавал. В дальнейшем, конечно же, первым делом я буду этот куб апгрейдить у нас, но до этого очень далеко. Я за кадром успешно скрафтил парочку вот этих вот энергетических кондуитов, и с помощью них я и хочу питать сейчас всю нашу вот эту, получается, систему. Для того, чтобы ее успешно питать, мне нужно создать парочку вот этих вот таблетов, и парочку винт-генераторов. Я сейчас хочу хотя бы парочку создать, и сейчас мы выбегаем, получается, и пытаемся вот этот вот маленький масштаб производства наращивать здесь вот у нас за куполом. Механика у этих генераторов, я, как говорил уже в одном из предыдущих прохождений, такая, что чем выше они находятся, тем больше энергии, соответственно, они будут у нас производить. За неимением лучшего мы будем их размещать вот таким вот образом. Возможно, потом их просто спустим и где-нибудь вот здесь вот в полях разместим. Я не буду их прям вот читерным методом поднимать вверх, и поэтому они будут у нас пока что здесь вот размещаться. Энергия у нас успешно пошла вырабатываться здесь. 80 кило РФ за тик, да? Ну, 85-84 примерно. Ну, неплохие результаты. Получается, одна вот такая вот установочка работает, как два таких вот у нас магматических генератора. Это намного эффективнее, даже учитывая тот факт, что эти мельницы крафтятся-то, в принципе, они намного дешевле. Топ, это вырабатывает 40 РФ за тик. А ты сколько вырабатываешь? Получается, кило РФ за тик, то есть в 10 тысяч раз больше. Вот это у него эффективность, конечно. Или я просто неправильно считаю. Ну, скорее всего, вот второй вариант более реален. Но в любом случае, я крафтчу себе еще один хотя бы витряк. Я думаю, если у них реально вот такая вот эффективность, как я посчитал, то мне, в принципе, двух хватит на планы на эту серию. И в любом случае, я смогу этих витряков сделать тут очень-очень много. И в них, я думаю, в ближайшее время не буду особо нуждаться. Я думаю то, что, в принципе, если у нас здесь есть электроэнергия, мы смогли бы с вами здесь начинать автоматизацию, которая поможет мне накопить ресурсы гораздо-гораздо быстрее. Именно хотел бы я просеивать в полностью автоматическом режиме. Поскольку, мне кажется, до другого способа получения ресурсов я дойду очень нескоро. По факту, для автоматического просеивания мне понадобится немножечко автосид и немножечко крашеров. Крашеры будут как раз-таки у нас дробить камень вместо меня и молотка, а сито будут просеивать как раз-таки все передробленные, получается, инструменты и ресурсы. Пока что у меня здесь два крашера. Я думаю, этого пока что хватит. И давайте думать и размещать, как эта вся у нас система пойдет. За кадром у меня вышло убить парочку эндерменов, именно что парочку. И сделать себе айтем-кондуиты, для крафта которых, получается, на 8 штук нужна всего одна эндерперла. И таким вот образом эти айтем-кондуиты мне помогут очень сильно развиваться здесь. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Что ж, смотрим. У меня, по идее, есть каббалстон-генератор, который генерирует как раз-таки весь у нас булыжник. Этот булыжник может попадать в крашер. Кондуитов мне не хватит на это дело. Ладно, мы это запитаем, допустим, гипотетически. Главное, чтобы у нас сейчас все это настроилось таким образом, чтобы в крашер попадало, а из генератора высовывалось. Мы сюда складируем весь наш булыжник. Супер. Нам нужны сейчас кондуиты, в обязательном порядке. Без кондуитов, к сожалению, мы здесь ничего с вами не сделаем. Крафтил я буквально кроху кондуитов. Очень не хватает мне редстоуна. Я не ожидал этого. Он буквально у нас за эту серию весь закончился. Главное, что мы сейчас крашера запитали, и получается весь вот этот вот гравий, который мы получаем, будет идти в сито, который будет стоять вот здесь вот. А из сито, получается, все будет идти либо в автоматический крафт, либо уже сразу в сундук. Пока что я не придумал, скорее всего, это будет автоматический крафт. Также вот этот крашер будет отдавать не только в сито, но еще в дальнейший крашер, например, в песочный крашер. Например, вот этот вот дробитель будет выполнять роль дробления гравия в песок. Для этого в левом крашере я ставлю выход в правую сторону, то есть вот в эту. А у этого дробителя я ставлю инпут на левую сторону. Не забывая настроить сами кондуиты, и весь гравий пошел в этот крашер, значит он пошел дробить у нас энергию. И крашер у нас успешно дробится в песок. А песок, получается, у нас здесь может дробиться только в кремень. Ну а чтобы получать даст, из которого впоследствии и только из него впоследствии мы могли бы получать редстоун, мы должны скрафтить автохаммер. Но пока до него еще далеко. Для начала бы с этими двумя ресурсами разобраться, и именно вот с этой вот ресурсной базой пока что. Давайте хотя бы парочку сит мы скрафтим. Думаю, пока что этого должно хватить. Именно вот такие вот автоситы. Получилось скрафтить у меня пока что одно автосито. Для этого автосита, к сожалению, нужно еще, наверное, будет вот такого вот сита, который я не буду новый крафтить, а возьму из уже имеющихся. Так, его получается я здесь вот размещаю. У нас помещается здесь человечек. Мэш само ставим здесь сюда. Настраиваем мы выход в проводах, и автоматически сюда гравий должен попадать, но он не попадает. Почему? А все потому, что у нас крашера не хватает на то, чтобы два сразу у нас получается ресурса обогащать, да? Плохо. Плохо, это очень плохо. Значит, тут нужно ставить больше крашеров, или хотя бы для начала вот это вот крашер убрать отсюда. Просто здесь вот подачу остановим, так что весь гравий будет попадать именно вот сюда. И он должен у нас дробиться, как только мы сюда подадим электроэнергию. Пока что вот так вот под землей. Потом я сделаю обязательно более красиво. Энергия у нас здесь пошла. И пошел-пошел процесс передробления. Сейчас нужно взять автокрафтер. Я уже его крафтил и даже настраивал на нем ресурсную базу. Но это нужно будет сейчас все обязательно перенастраивать заново. Потому что по-любому я что-то сделал неправильно. У этого крафтера, естественно, самый элементарный крафт. И даже заморачиваться по этому поводу не нужно. Сделаем под расчет, что здесь будет два сита на четыре дробителя вот этого вот нашего булыжничка. Пока что, я думаю, этого хватит. Да, в принципе, на все время этого хватит. Я не думаю, что здесь прям нужно большую эту систему сделать. Учитывая то, что скоро мы ее полностью снесем. И перейдем на добычу ресурсов из вот этой вот пшеницы. Но до этого нужно еще дожить, естественно. Смотрим, какие здесь у нас получается дробления идут. Никель, осмий, железо, золото, уран и копер. Уран мне не нужен. Он нигде практически не используется. Возможно, я сделаю атомный генератор. Но пока что не знаю ничего об этом. И вот это вот все получается дело нам нужно переделывать в этом дробителе. Получается, все чайки, которые я помещаю, я поместил сюда. Он у нас уже что-то произвел, получается. Неплохо было бы сюда еще энергию подвести, на самом деле. Сделаем insert на сундуке. И вся переработанная руда у нас успешно помещается в сундук. Что меня, несомненно, радует. И теперь получается из хиты мы помещаем все предметы автоматически в крафтер. И у нас все идет на пережарку, переплавку. Мы просто отсюда забираем ресурсы, которые нам нужны. И помещается успешно у нас туда все. Но таким вот образом мы сможем с вами получать не все необходимые нам ресурсы. А только часть. И ту часть, которую мы сможем получать с вами только из гравия. Дальше нам понадобится, естественно, производственная линия. Ну, она займет примерно столько же из песка. А дальше из даста, то есть из пыли. Тяжеловато это все по ресурсам, конечно. Но ладно, куда деваться. У нас выбора особого нет. И мы должны сейчас, получается, накопить небольшое количество ресурсов. Хотя бы на еще парочку крашеров, которые с вами успешно мы будем здесь использовать. В хорошем для эстетики, для общей, эти все провода нужно было бы пускать под землей. Если учитывать то, что к следующей серии вся эта система уже здесь будет не нужна. И это все снесется. Не знаю, насколько это целесообразно. Получается, мой личный крафтер, собственно, я ставлю сюда. Его тоже нужно настроить. Так, чтобы сзади он принимал ресурс. А спереди отдавал. А также, получается, он должен отдавать справа. А, таким образом, вот этот вот крашер, который здесь у нас на песок стоит, теперь может заново начинать работать. Ведь теперь у нас два крашера на гравий успешно работают. И один крашер у нас успешно работает на песок. Они как-то очень слабо работают, на самом деле, потому что не хватает, я вижу. Гравия сюда. Плохо, плохо, очень плохо и очень печально это все. Нужно здесь еще двое размещать. Пойдемте с крафтем. У меня, по идее, сейчас ресурсов должно хватить. Надеюсь на это. Я не уверен вообще от слова совсем. Ладно, видимо, я вас обманывал. Я думал, у меня нету стали, а она, оказывается, у меня просто лежала в печке. Благодаря чему я скрафтал еще здесь два, получается, крашера. Сейчас их здесь размещаем и также настраиваем. Это как-то очень сильно я не подрассчитал свои силы, таким образом, что у меня все закончилось. В плане кондуитов наших, то есть вот эти вот транспортные кондуиты, именно для предметов, они полностью у нас все. Нужно сейчас идти, получается, и снова плавить эндер-жемчужины, которые осталось у меня всего одна. Главное, что у нас сейчас по гравию пошел прирост, таким образом, что и песка здесь хватает у нас с лихвой. Здесь у нас, получается, есть еще одно автосито, которое у нас пойдет целенаправленно на получение полезных предметов из песка. Из песка мы получаем чуть ли не самые полезные предметы, например, это тоже самое олва, которое нужно чуть ли не в конских масштабах для строительства этой всей базы. Между прочим, я столкнулся здесь с такой проблемой, то что в наш крафтер третьего уровня попадают случайным образом различные ненужные мне предметы. Ведь при дроблении гравия мы получаем еще с некоторым шансом изумруды и алмазы, которые мне, в принципе, не особо-то и нужны в крафтере, имеется в виду. Поэтому мы должны сейчас заняться с вами фильтрами. Они, в принципе, крафтятся очень легко, у меня даже здесь вот два штучки есть их, и их мы можем, в принципе, с вами разместить. Для их размещения в точном масштабе потребуется еще сундук. Ну ладно, сундуку я вернусь, естественно, после того, как вот этих вот эндерменчиков завалю. Ну, примерно вот так вот эти эндерперлы у нас получаются добывать. Очень опасные вылазки, конечно, но куда деваться. Приходится сражаться на их территории, иначе, в принципе, у меня может вообще ничего не выйти. Жалко, что нету особого другого пока что способа добывать их. Ну, а с другой стороны, хотя бы хорошо, что и такой способ у нас есть. Вот так вот примерно я буду, вместо того, чтобы использовать печку, производить этот необходимый мне ресурс, в плане пульсирующих вот этих вот железных слитков. Все потому, что не знаю почему, но в последнее время вот эта вот печка мне начала очень сильно не нравиться в плане производства ресурсов. А именно из-за того, что она может случайно, из-за моей тупости, смешать ресурсы в металл, который я, в принципе, нигде не буду использовать, и который, в принципе, нигде не используется. Ну, а теперь нужно вернуться к теме фильтрации, которые очень сильно необходимы нам. И все очень до ужаса просто. Получается, мы должны взять те предметы, которые нам понадобятся. Так, мы нажимаем Shift правой кнопкой мыши по фильтру, помещаем в оба, получается, фильтра, так как они находятся в одном слоте, ресурсы, и выходим отсюда на Escape. Теперь мы их разделяем, и один из этих фильтров делаем blacklistом. Получается, фильтр с blacklistом мы помещаем в ту машину, в которую мы не хотим, чтобы попадали эти ресурсы. А фильтр с whitelistом мы помещаем в вот этот, получается, кондуит, который идет к сундуку. То есть, все изумруды-алмазы будут автоматически сюда складываться и успешно не забивать вот этот вот наш крафтер. Замечательно. Скрафтил я себе немножечко здесь автосита и автохаммер, которые планирую здесь сейчас разместить. Главное, что мы здесь сейчас помещаем сита в автосита, и здесь тоже мы получаем сита в автосита. Наши человечки начинают очень интенсивно двигаться и добывать ресурсы. Все у нас пошло. Здесь надо будет разместить также крафтер, но пока чуточку попозже об этом. Как только мы накрафтили кондуитов, теперь мы можем нормально сделать так, чтобы весь песок попадал автоматически в сита. А также, чтобы весь песок попадал в автохаммер, который для улучшения эффективности добычи нужно разместить вот эти вот молоточки. Но я хотел бы разместить сюда вот этот вот молоток из тинкера, но не вижу в этом необходимости. Я в принципе не вижу необходимости размещать здесь вот эти вот молотки, учитывая скорость в принципе вот эту вот добычу. И как только они у нас получается потеряют всю свою прочность, я думаю не сильно расстраиваться и в принципе вот эту вот систему можно и убирать отсюда. И сейчас у меня получается весь вот этот вот даст, который мы здесь добываем, успешным образом мы должны складировать вот сюда в наше очередное сито. И нам останется подвести к этому ситу немножечко энергии, которую нужно где-нибудь сейчас найти. Крафтер третьего тира мы здесь размещаем, таким образом, чтобы из нашего вот этого сита все попадало успешно в наш крафтер. Но блин, проблема в том, что мне не нужно, чтобы все попадало. Опять-таки здесь нужно будет размещать еще один очередной вот этот вот наш фильтровочный цех, если его можно так назвать, на инфериум, призмарин. И вот это получается шардики из мистикл агрокультур. Главное, чтобы все вот эти вот сильвер, тин и алюминий попадали успешно в сундук, из которого я смогу все это впоследствии брать и использовать. Сейчас последний инструмент, а именно вот это вот автоматическое сито из даста, я помещаю в сферу энергии. Единственный минус является то, что нам энергии-то не хватает, если посмотреть так. Даже несмотря на то, что эти ветряки и вырабатывают очень много энергии на все содержание этого всего, нам не хватает катастрофически. Сейчас нужно будет размещать большее количество ветряков. Вот подлянки от ветряков, конечно, я очень сильно не ожидал. Самое приятное, что из даста мы получаем редстоун в очень медленном формате, но тем не менее. У этой системы по добыче всех ресурсов из просейки, естественно, имеются плюсы и, естественно, имеются минусы. Несомненным плюсом является тот факт, что нам не нужно за ней никак следить, не нужно никак в ней участвовать, и оно все автоматически делает. Ну а минусами, естественно, является скорость, поскольку здесь вот за все время, съемка у меня сейчас ведется около полутора часов, и за все это время надобились реально крохи, какие-то крохи ресурсов. Ну а сейчас мы с вами пойдем еще сделаем парочку генераторов, чтобы вся эта система вообще нафиг не загнулась окончательно. Надеюсь, местные обитатели фауны не сильно на меня обидятся, что я здесь немножечко видоизменяю их ландшафт. Но тем не менее, два еще генератора я здесь вместил. Теперь у меня точно не будут проблем по энергии. Но, блин, мне очень не хочется сюда вот все это дело спускать. Главное не забыть тот факт, что чем ниже эти генераторы по оси Y, тем меньше они производят энергии. Я сейчас смотрю по просадкам, которые у нас здесь могут происходить, в принципе по системе. В нашем сети здесь есть очень много гравия, в этом сети не хватает очень сильных катастрофических песка. Я думаю, что еще один крашер нам нужно скрафтить на производство именно песка, и от этой системы можно полностью отстать на ближайшее время. Крашер размещаем, и к системе подключаем. Теперь я думаю, двух их будет нам абсолютно хватать. Теперь же я хотел бы заняться немножко распахиванием мода Mystical Agriculture. Для этого мне нужно скрафтить автоматический использователь и автоматический коллектор, для которых потребуется достаточно большое количество ресурсов. Даже магмы. А где я тебе магму-то возьму? Э, где эти? Блэйзовый порошок у меня хорошо, что есть, который я получил просивание Даста через Железное Сито. Единственный вариант, как я могу получить кровь, это пожалуй вот на этой печке. Сейчас получается мы сюда встаем, и нам должен какой-то урон наноситься, надеюсь. Все, мы получаем здесь урон, кровь здесь копится. Мы теряем здоровье при этом. Мне кажется, самый разумный вариант здесь было бы использовать вместо моей крови гнилую плоть. Ладно, не будем трогать веных зомбарей. Так, одну частичку крови мы уже сделали, уже хорошо. Просто мы, получается, в пустую ее таблету выливаем и получаем эту самую кровь. Для всей махинации нам нужно их четыре. Ну, еще примерно столько же копьем и получаем. Четыре этих кровиношки мы получили. Смешиваем с блэйд павдером и получаем магма-крем. Ура! А из магма-крема делаем магма-блоки. Ну и естественно, я забыл немножечко о обсидиане, который понадобится нам. Но из-за того, что у нас здесь есть уже айрон-драм, я думаю, с этим проблем не возникнет. Мы сюда воду выливаем и в баррел, как только мы закидываем лаву, из нее мы забираем обсидиан. Айтем-коллектор и автоматический использователь мы скрафтили. Сейчас мы, получается, делаем таким вот образом. Я думаю, ну, здесь вот, в принципе, мне хватит. Размещаем здесь вот автоматический использователь, а над ним размещаем коллектор. Давайте сейчас посмотрим зону, которую он собирает. Ага, 9 на 9. То есть это вот эта вот выделенная зона. В принципе, мне и нужна она. Я даже, пожалуй, тебя размещу 11 на 11, на тот случай, если получится так, что это поле будет излишне прожорливым. Теперь мне нужно использовать автоматический использователь. Я скрываю зону у коллектора, а у использователя она должна быть 9 на 9. Получается, мы должны на ней использовать правую кнопку мыши, с помощью которой мы, в принципе, собираем здесь все наши ресурсы. Замечательно. Так, у коллектора, получается, есть собственный инвентарь, в который попадают все использованные предметы. Сейчас это все дело и все это безобразие мы должны каким-то образом подключить к общей энергосети. И я бы подключил, на самом деле, это все безобразие к сети, если бы у меня хватало на это все ресурсов. Пока у меня там пережариваются предметы, необходимые для проводов, для кондуитов, я хотел бы заняться, соответственно, распахиванием мистику агрокультур. Мне для него понадобятся инфузионные кристаллы. По-хорошему, мне понадобится вот такой вот мастер инфьюжн кристалл, который не имеет лимитов по использованию. Я его смогу скрафтить, благодаря тому, что за кадром, как я и говорил, я очень-очень много просеивал и очень много инфериум эссенции получил. На самом деле, это только кажется, что ее много, на самом деле, это вот буквально крохи, чуть ли не вот десятитысячные процентов, которые мне нужны. Кристалл мы крафтим, а из кристалла уже, получается, делаем зеленую эссенцию, из зеленой оранжевую, из оранжевой синюю и как раз-таки красную, которая нам, в принципе, и нужна. Получилось всего две супериор эссенции, а нужно их, как ни странно, больше. И, как я говорил, вот эти вот крохи, прям вот реально были крохи, и все эти крохи мне потребовались на то, чтобы скрафтить всего четыре супер эссенции. Всего четыре, это даже меньше слитка одного. Конечно, этого очень мало, но тем не менее. Главное, что мы скрафтили вот этот вот кристалл и больше в нем нуждаться не особо-то и будем. Сейчас мы, получается, этот мастер-кристалл должны будем использовать в крафтере, и теперь провода мы скрафтили, крафтер мы скрафтили, и мастер-инфьюжн-кристалл тоже мы заполучили себе. Безобразие мы, получается, полностью успешно подключаем к сети. Мне очень, несомненно, нравится наблюдать за тем, как все это у нас успешно добывается и коллектором собирается. Главное, чтобы ничего лишнего у нас здесь не собиралось и не исчезалось. Крафтер мы успешно должны каким-нибудь образом сюда вот поставить. И скажи, пожалуйста, то, что теперь этот коллектор будет забирать отсюда предметы, если я все правильно вот здесь вот настрою. Да, попадает сюда. Попадает в это сюда. Замечательно. Но понимаешь, что вот проблема в том, что вот эта вся пшеница, которая здесь есть, она мне не нужна от слова совсем. То, что пшеница, она здесь есть, она классная, но мне нужны именно семена. Для того, чтобы я из этих обычных пшеничных семян сделал инфериум семена, из которых я буду уже получать вместо пшеницы обычной инфериум. То есть ту самую эссенцию, которую я раньше получал либо с мобов, либо с передробления, получается, песка. Крафт, по-моему, у тебя, да. Такой, очень дорогой. Вот эти вот инфериум семена первого тира. Очень-очень слабые. Но они хотя бы есть. Они хотя бы вот долю, капелюшечку эссенции будут нам доносить. Все, они начали здесь расти. Возможно, сейчас лейку я какую-нибудь скрафчу для того, чтобы улучшить их рост. Даже не забуду всю эссенцию забрать отсюда вот. И тоже ее переделать и тоже, в принципе, сделать из нее семена. Впоследствии вот эти вот именно семена можно будет апгрейдить. И апгрейдить хоть до бесконечности, пока не надоест. Но это уже очень другая история. К сожалению, на рост этих семян должным образом никак повлиять нельзя. Только использовать либо лейки, либо гроу-кристаллы. Но гроу-кристаллы это такая очень геморная вещь. Крафтили мы себе вот этот вот ватеркан. Мне кажется, она не будет работать должным образом. Ну, посмотрим. Она что-то поливает. И, кстати, рост увеличивается. Посмотрите. Давайте семена, которые у нас здесь есть, мы сейчас разместим покучнее. И я попробую сейчас их все поливать. Ну-ка. Оп. Да-да-да, растут. А почему ты не работаешь? Юзер. Вы видели то, что здесь был росток. И сейчас его нету. И вот она, инфериум эссенция первая. Которую мы смогли получить легально с нашего поля. Все, мы сейчас это все поливаем. Сейчас мне, получается, идут с этих вот растений два ресурса. Это семена и эссенция. Семена, естественно, я буду здесь сажать для того, чтобы увеличивать этот прогресс роста. А эссенцию, благодаря мистериум кристаллу, я буду дальше по ходу перерабатывать. Например, из четырех инфериум эссенций я буду получать одну зеленую эссенцию. И благодаря кнопочке здесь инт, она не будет у нас уходить дальше по крафту, но будет оставаться здесь и ждать своей очереди и перерабатываться дальше по ходу по крафту. А дальше из мега зеленых я буду получать вот эту, получается, оранжевенькую эссенцию. И так вплоть до красной. Это будет очень долгий путь, очень непростой, очень тернистый. Я думаю, что я пройду уже его за кадром. За кадром я планирую все это поле полностью высадить хотя бы первым фиром этих семян. А также немножечко подразобраться с вот этой вот всей нашей системой. Ведь для того, чтобы она нормально работала и функционировала, мне нужно нормально разобраться с пропорциями, которые здесь у нас производятся. А именно, надо бы здесь побольше, наверное, крашеров, которые будут нам дробить в лучших пропорциях весь необходимый нам песок и даст. Ну а думаю, то что на таком прекрасном моменте мы с вами будем потихонечку заканчивать эту серию. А со своей стороны я хочу лишь напомнить о том, что чем дальше, тем еще больше и еще интересней. Ну а пока на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok